Приветствую вас, мои дорогие друзья, на связи GrimOptimist и сегодня мы с вами посмотрим на системные требования игры Escape from Tarkov, которые были опубликованы буквально на днях на их официальном сайте. Я вообще не видел большого смысла делать такого рода видео, поскольку у всех есть глаза, каждый может прочитать, но количество просьб уже больше 100 в личке у меня на втором канале. И я решил, ну, раз людям надо, почему бы и нет, поделюсь своим опытом, может быть пару советов каких-то дам. Правда, я не самый большой специалист в компьютерном железе, поэтому не гарантирую вам, скажем так, достоверность информации, но тем не менее постараюсь быть полезным. Давайте посмотрим на системные требования. Значит, нам говорят, что это не окончательные системные требования, они всего лишь примерные, могут поменяться, и кроме того, если даже комп не подходит, не факт то, что не запустится, то есть игра может заработать. Для начала хотел бы сделать небольшое лирическое отступление. Что такое игра заработает? То есть, да, формально, если оценивать данный термин, то игра работает, если она у вас запускается, и при этом не вылетает, не падает сама по себе. Но любому человеку понятно, что если игра, допустим, да, она не падает, да, она запускается, но она идет у тебя в 15 FPS, то это неиграбельно. То есть, играть в шутер с 15 FPS невозможно нормально. То есть, твоя эффективность будет очень низкая по отношению к игрокам, у которых FPS нормальный. Хотя бы 30, а уж про тех, у кого там 60 или 120, я уж вообще молчу. И хотя формально игра у тебя работает. То есть, нам обещают, что такое минимальные системные требования. Как правило, я не гарантирую, что в этом случае имеется в виду именно это, но, как правило, минимальные системные требования означают то, что игра у вас заработает. То есть, что она у вас запустится, она будет работать, она будет работать стабильно. Про комфорт от игры и про фрамрейт, как правило, ничего не говорится. Но по личному опыту, все-таки я играю в игры больше 20 лет уже, могу сказать, что игра, скорее всего, будет подтормаживать. То есть, возможно, немножко, но будет, скорее всего, как правило. Имеют ли в виду разработчики в этом случае то же самое или нет, я не знаю. Но это мой опыт. Давайте посмотрим на минимальные системные требования. Windows 7, 8, 10, 4, 4-битный, понятно. Сразу же, кстати, у кого стоит не 34-битный, пролетайте мимо, но вам никто не мешает поставить 64-бита. Тем более, если у вас все-таки оперативной памяти больше 4-х, то явно давно стоило это сделать. Также нам потребуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, в скобках Intel Core to Duo и i3, и 2,6 ГГц, если у вас AMD Athlon или Phenom 2. Ну, что я могу сказать. Процессоры от AMD я не использовал никогда в своей жизни для своего личного компьютера. То есть, было дело там по работе, но я в них плохо разбираюсь. Я не помню весь их модельный ряд там за последние 10 лет и не особо следил всегда. Что касается процессоров от Intel, то Core to Duo у меня было целых 2, был E4300, был E8200. Кроме того, у меня был Core to Quart 8200 и был еще Core to Quart 9600, по-моему, или 9650, я точно не помню. По-моему, 600 просто. Данные процессоры, все, причем даже Quart, хотя они 4-х ядерные, являются, конечно, в хламину устаревшими на данный момент. И они абсолютно точно не могут дать вам достаточный уровень производительности для современных игр. То есть, вы не сможете ни в батлу, ни в что такое играть с ними. Ну, в четвертую я имею в виду батлу, да. Поэтому компьютеры, на которых стоит Core to Duo, можно назвать слабыми. То есть, это слабые старые компы. Что касается i3, то это бюджетные процессоры. Они современные, но бюджетные. И ставят их, как правило, на как раз-таки дешевые ПК, уже собранные, либо в ноуты засовывают их, такие бюджетненькие тоже, да. И, как правило, игры, ну, вот компы на i3, да, они, ну, там, не предназначены для какого-то серьезного гейминга. То есть, это, ну, максимум, там, дотку, может быть, погонять, там, КС-ку, ну, или там что-то простое. То есть, такое, там, никто не играет на таких компах из тех, из серьезных игроков. Никто не играет, там, в батлу и так далее. То есть, ну, в какие-то серьезные шутеры. Имеется в виду, ну, графически требовательные, да, по производительности. Поэтому, вот эти вот системы требования, нам говорят о том, что игра будет запускаться даже на старых компах и на очень бюджетных компах. Возможно, даже на ноутбуках. Вот, что я хотел сказать. Далее, вот довольно странная графа. Здесь требуется 6 гигабайт оперативной памяти. Во-первых, 6 гигабайт это немало. То есть, даже по современным меркам есть, я знаю, что много людей, среди вас такие есть, у кого 4 гигабайта оперативной памяти до сих пор стоит. Потому что этого достаточно для серфинга интернета, этого достаточно для любых задач просмотра кино и так далее. Этого достаточно для многих игр, за исключением, опять-таки, типа, там, топовых всяких, да. То есть, можно в КС спокойно играть с 4 гигабайтами оперативки, можно в доту играть. Да во что угодно, говорю. Такие вот, ну, обычные игры, там, в танки даже можно играть, в конце концов. И 6 гигабайт это довольно странное число. То есть, я не знаю, ни одного человека в своей жизни не видел, который бы купился 6 гигабайт оперативки. То есть, покупает, как правило, по 2 планки, двухканальный сразу, чтобы, то есть, допустим, 2 по 2, 2 по 4, 2 по 8. Чтобы покупать одинаковую оперативку. Она даже зачастую продается прямо комплектами по 2 штуки. Чтобы работала она в двухканальном режиме, это позволит немножко добавить производительности. И 6 гигабайт, ну, не воткнуть так, то есть, потому что по 3 не бывает планок. Поэтому, как правило, 3, 6 гигабайта я видел, вот сам лично, в уже собранных компах, которые продаются. То есть, вот, ну, знаете, да, в магазинах видели наверняка. Ну, кто эти компьютеры покупает, я не знаю, потому что это, по мне, это маразм полнейший. Там, как правило, говна туда такого понапихает. Ну, я заговорю за те магазины, которые в моем городе. Я не знаю, может быть, у вас и отлично все продают. У меня там покупать ничего нельзя. Поэтому, 6 гигабайт это странное число. То есть, автоматически пролетают все, у кого 4, а очень много ноутов с 4. Ноуты там можно расширить, как правило, оперативку. Но там есть максимальный порог, иногда он равен 4. Берем, короче, это проблема для многих, может быть. Если у вас ПК все-таки, а не ноут, то проблему можно решить, но вам придется ее докупать в этом случае. Причем докупать очень странно. То есть, опять-таки, что было хотя бы 6. В общем, очень странное число. Блин, постоянно этот сайт у них, конечно, очень странное число. И я не совсем понимаю, то есть, здесь логика. То есть, короче, если у вас сейчас 4, вам хочется поиграть в Тарков, то вот мой совет, не надо покупать еще 2. То есть, лучше купите так, чтобы у вас было 8 в итоге. Причем, желательно, если, допустим, у вас 2 планки по 2, то там, ну, разоберите свой системный блок, откройте крышку, достаньте оперативку, посмотрите, как она называется, и попытайтесь на барахолке найти такую же прямо, точь-в-точь. Купить еще 2 планки, чтобы у вас в сумме было 8, потому что, ну, 6 это ни к силу, ни к городу. Если можешь брать, то брать 8. Мое мнение, чтобы было 8. Вот такое. Может быть, я ошибаюсь, но это мой опыт. Далее, вот еще более странная строчка. Видеокарта, поддерживающая DirectX 9. Абсолютно все видеокарты, вышедшие за последние лет, наверное, ну, не соврать, 10 точно, поддерживают DirectX 9, наверное. И 1 гигабайт видеопамяти. Правда, надо понимать, что вот эти характеристики, они ни о чем не говорят. Количество видеопамяти, насколько я знаю, в видеокарте, оно не является решающей характеристикой ее мощности. То есть, там есть количество этих универсальных процессоров, частота графического ядра, частота вашей видеопамяти, количество текстурных блоков и так далее. То есть, там довольно много характеристик, которые влияют напрямую на производительность. А количество видеопамяти, оно на производительность не всегда влияет. То есть, оно нужно немного для других вещей, то есть, оно нужно для обеспечения конкретных задач, то есть, разница, если у вас будет 3 гигабайта видеопамяти и 8, там, я не знаю, или 6, вы в большинстве игр вообще не заметите, просто потому что им столько не надо, им и того, и того хватает. Поэтому, ну, вот под эту характеристику попадают все видюхи даже позапрошлого поколения, то есть, такие как 8800 GTX, 9600 GT и так далее, у меня была вот в свое время 9600 GT, хорошая, кстати, видюха была, вообще суперская в свое время, очень дешевая и очень мощная была, ну, как очень нормальная была по мощности. Даже на ней теоретически у вас должно пойти. Ну, и дальше нам говорят, что требуется DirectX совместимая видеокарта, постоянное соединение с интернетом и место на жестком диске 8 гигабайт. Что можно сделать, какой вывод можно сделать по вот этим вот строчкам? То, что системные требования реально низкие, то есть, нам обещают, что игра будет запускаться даже на старых процессорах, реально позапрошлого там поколения и на таких же старых видюхах, правда, при этом потребуется 6 гигабайт оперативной памяти, что довольно странно, но тем не менее, системные требования довольно неплохие, то есть, ничего плохого не вижу. Далее, рекомендуемые системные требования, что в играх, как правило, означает рекомендуемые системные требования? То, что игра при таких настройках вашего компа, она у вас пойдет стабильно, довольно, ну, нормальный фреймрейт будет, но, естественно, не на ультрах, скорее всего, то есть, как правило, пишут именно на средних настройках, на средне-низких, но наличие вот такого компьютера позволит вам в эту игру играть без напряга, то есть, вообще малейшего, намек это напряг. Ну, конечно, надо понимать, что если вы хотите запускать игру на ультрах, абсолютных там, все, то не факт, что хватит такого компа, я просто к этому веду. Итак, нам потребуется Windows 7, 8, 10, 64-битный, не могу никогда вот это, 64-битный, поняли, короче. Дальше, процессор четырехъядерный с тактовой частотой 3,2 ГГц, Intel i5 и i7, также процессор от AMD FX, то есть, AMD FX или Athlon с частотой 3,6 ГГц. Что я могу сказать? Ну, это стандарт, то есть, сейчас в большинстве средних компьютеров, да, как раз стоит i5, ну, i7 это все-таки топовые, ну, как там, выше среднего и топовые компы. Как правило, i7 берут либо такие прям прожженные геймеры, которым прям каждый кадр в секунду важен, либо какие-то люди, типа меня, которым это надо для работы. То есть, в остальных случаях, как правило, не берут для офиса, i7 никто не берет, да и i5 тоже. i5 сейчас, ну, не дешевые, но это дело не именно в курсе доллара, то есть, так-то они недорогие, если в баксах смотреть по прошлым курсам. Но, конечно, не каждый себе сможет это позволить. Но, с другой стороны, в принципе, ничего тут страшного я не вижу. То есть, стандартные требования, то есть, большинства современных игр. То есть, вы такую же картину можете увидеть в большинстве современных игрушек. Оперативной памяти уже 8 вам потребуется. То есть, ну, нормально это, адекватное число, это все-таки не 16. То есть, 8 у многих есть, ну, у большинства, да. Это 16, конечно, там, не у всех есть. Так что, нормально. И нам понадобится DirectX 11 совместимая видеокарта с двумя гигабайтами видеопамяти. Опять-таки, крайне скудные какие-то данные, да. Но могу вам сказать, что под эту характеристику подходят все видюхи прошлых поколений. То есть, там, 560, 570, 660, 670, 750, 760 и выше все, да. То есть, все это везде, там, практически 2 гигабайта видеопамяти. Везде, там, поддержка DirectX 11 есть. И все у вас будет нормально, скорее всего. То есть, это видюхи, то есть, которые уже не новые. Они у меня, вот, допустим, у самого 670 стоит и работает нормально. Все тянет. Даже Ведьмак 3, как вы видели, с записью тянет. То есть, у всех вот нас, у кого примерно такие видюхи, все будет, ну, как нам говорят разработчики, все будет нормально. Ну, и дальше тут то же самое, все, что и было раньше. Значит, что можно сказать по поводу данных требований? Требования невысокие. Требования адекватные. Другой вопрос, что это примерные, то есть, и они крайне расплывчато написаны некоторые из них. Но в целом, если так вот прикинуть просто на основу, если опять-таки на своем жизненном опыте, могу сказать то, что, ну, все в порядке. То есть, у большинства из вас игра пойдет нормально. Единственное, я вот боялся, что будет как в Ark Survival Evolved, где там надо, там, минимум 680, там, 770, а желательно вообще 980 или 980 Ti или Titan. То есть, это, ну, это бред. Тут такого нет, то есть, тут адекватные системки, и ничего плохого я сказать про это не могу. Так что будем смотреть. Естественно, то есть, какой-то вывод можно будет сделать только тогда, когда эта игра хотя бы в тест уйдет, тогда можно будет посмотреть, насколько она там требовательная, нетребовательная. Пока это все так на словах. Но, тем не менее, разработчикам респект. То есть, я вот им тогда сказал, что ребята, вам нужно сделать системки, они сделали. То есть, практически вот через пару дней. Ну, я не думаю, что это из-за меня, но, тем не менее, то есть, респектус. Вовремя сделали, хотя бы что-то написали людям. На этом все, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем до скорого, всем пока. Продолжение следует...